Ну, говорить, наверное, про истинец. Да, не бывает. Теперь функционально. Вот на этом ракурсе очень хорошо видно сам первый корпус. Это отель формата Мариотт-Корпья. Красивый заезд, довольно функционально под крыльцо, чтобы можно было непогоду 300 гостей высадить. 300 корпус – это отель. По поводу самой архитектуры, в общем, внутри галереи есть? Да, это здесь получается целый внутренний двор, будет по принципу «Гаркотинец-Москва», то есть можно будет внутри проводить в этом мероприятии. То есть часть номеров будут иметь в том числе вид на внутренний двор. Внутри будет застеклят? Конечно, галерея. Это галерея, да-да-да. Это после второго этажа полагается делать перекрытие. Важная часть вот этого – это «Благорожная набережная». Славным причем объехать в Бракошницу. В принципе, это будет достаточно функционально. Сейчас мы находимся на стадии утверждения победителя. Как я сказал, это был конкурс, было большое количество заявок. Выговорил жюри испанец Кокман. Это очень известный московский был осъявлен. И сегодня мы знакомимся в стадии. Скорее всего, дальнейшие наши действия – это получение ГПЗУ в установленном порядке, выявление всех тренировочных ограничений, сбор технических условий и подготовку уже без контракта с вопросной процедурой по определению, проектированию рабочих. И выделение очередей. Я так понимаю, что это будет в первую очередь гостиница. Готовы к остальным параметрам курса. Вот, соответственно, мы идем, получается, в существующей территории. Можно будет прямо вот такими кусками вводить в эксплуатацию. Вот, я могу, до 2018 года все поступить. У нас, на самом деле, сдача объекта вот этого, это примерно октябрь 2018 года. Полусы готовы, как ущет. Соответственно, общий объем... А что такое 2018 года? Да? То есть, у нас в этом году даже получили полусы из комплекса. Соответственно, у нас общий объем капиталовложения по последнему...